Это ресторан вегетарианской кухни, Индия, Мумбай. Давайте скажу честно, меня заставили. Я согласился здесь есть и поделиться с вами своими вкусовыми эмоциями от кухни индийской, вегетарианской. В сторону никогда не пьем в Индии воду из стаканов, которая вам приводит, вообще никогда. Только бутылированная вода, он пьет сейчас воду, ребята. Ой-ой-ой. Вот тарелочка следующая. То есть вот тут вот, вот тут вот, живет такое количество всяких болезней, ребят, что просто трындец. Я как эта, Лена Летучая. Ревизор. Ревизор, да. По нормам в Санпино запрещено использовать такую посуду. Смотри, вкусненько. Вкусная штука. Прям норм. Блюдо, конечно, вкусное. Но тоже вкусно. Вкусный елур с игруцами. Вот очень важный момент, быть здоровым вегетарианцем, здоровым веганом еще. Здоровым сыроедом вообще пиздец дорого быть. Но это возможно. Но в первую очередь думайте о своем здоровье. Когда да, отказ от мясной пищи может быть для вас полезным. Друзья, мы оказались в Виндраване. Я не знаю, как правильно читается, но скорее всего Виндраван. Вриндаван. Это тоже не так принципиально. Это ресторан вегетарианской кухне Индия, Мумбаи. Давайте скажу честно, меня заставили. Вот он держит камеру, еще у него пистолет и мой паспорт. А у меня сегодня вылез. Поэтому я согласился здесь есть и поделиться с вами своими вкусовыми, так скажем, эмоциями от кухни индийской, вегетарианской. Что прикольно, первым делом тебе просто стакан воды, бесплатный. Вот мы его ставим в сторону. Никогда не пьем в Индии воду из стаканов, которые вам привезут вообще никогда. Только бутылированная вода. Он пьет сейчас воду, ребята. Ой-ой-ой. Я пью такую бутылированную воду здесь, пакетированную, бутылированную, что угодно. Все, будем заказывать. Я в блюдах не разбираюсь, поэтому будем заказывать все подряд, тыкать пальцами, рассказывать, что это такое. Знаю, что будет остро, однозначно. В общем, из того, что я понял, что мы заказали это папайя, авокадо, джуз, смесь авокадо, папайи, мед, лайм, сахар, блядь, и кардамон. Еще мы заказали, подсказывай мне, такие штуки. Сабджи. Сабджи, что это? Тушеные овощи, панир. Короче, какую-то невкусную хрень мы заказали, тушеные овощи, вот это вкусно. Ну ладно, три вида мы заказали, да? Глабджамун. Глабджамун, это что? Шарик вкусный. А, шарики вкусные, это я знаю, шарики в масле, жирные, но сладкие, вот. Глабджамун мы заказали, чай масала местный, у меня кокосовая вода перелита в бутылочку, какой-то батарайс хлеба. У них батарайс, гарлик нан, ротик. Вот, короче, мы заказали хлеба. Если все принесут, буду показывать, потому что пока не ясно. Я подозреваю, что все будет невкусно, и потом буду проситься... Что? Малая кафта очень вкусная. Малая кафта очень вкусная. Скучаешь по мясу? Да я нет, не скучаю по мясу, я мяса очень мало, в принципе, ел во время подготовки. Перед вылетом самым я оторванулся, купил мироторговский блэк ангус, типа там дорогущий кусок из говядины. Я его обжарил, потом я его поставил в духовку, чтобы оно до конца хорошо приготовилось. То есть приготовлено было все идеально. Вот от него я чуть не сдох. Блевал я так, что я уже там мочевой пузырь выблеваю. Я не знал просто как вылетать, потому что с 9 часов вечера меня скрутило так еще дома. Ну там с 6 до 9 я лежал ешкой, у меня были не собраны вещи. Короче, я по мясу не особо скучаю. Курица тоже мало. Был рацион это яичные белки, это сыворотка, это изолят, это быца, отруби, натертый кабачок, немного огурцов, в принципе, других овощей тоже много не ел. А капусту ел, очень вкусная капуста, обычная наша белокочанная капуста, натертая, потрясающе вкусная это, и болгарский перец. В общем, рацион весьма у меня скудный был, ну так, условно. Очень все мне нравилось, комфортно, вкусно. Ну я вижу, что дало результат, как я питался, потому что форму я сделал для себя лучшую. Вот, тарелки сколотые напрочь, просто. Вот, на самом деле, это жесть. У меня еще более-менее целенькая, зацарапанная, но пофиг. Вот тарелка еще следующая. То есть вот тут вот, вот тут вот, живет такое количество всяких болезней, ребят, что просто трындец. Я как эта, Лена Бетуча. Ревизор, да. По нормам, в Санпино запрещено использовать такую посуду. Вот, ну, молодцы, поменяли сразу. Вегетарианство к какому-то отношусь, слушайте, ребята, да хорошо. Я вообще отношусь ко всему, что не делает другим плохо. Человек травоядный, или точнее, не мясоядный, никому плохо не делает. То есть он не бегает и к этому не призывает. Единственная проблема, так скажем, вегетарианство, или как вообще там, в направлении всех, то, что люди, которые его проповедуют, обычно дауны, и кто ему следует, не совсем образованы. Дело в том, что можно быть 100% здоровым веганом, можно быть 100% накачанным веганом. Просто это дорого, и нужно понимать. Если вы просто откажетесь от белка животного происхождения, и все, все, что вы сделали, отказались от белка, то, скорее всего, вы начнете в довольно-таки короткой перспективе болеть. Болеть сильно, ваша реология крови превратится просто в непонятную кисель, будет все плохо. Но если же вы следите за поступающими витаминами, минералами, у вас в рационе есть и водоросли, богатые витаминами группы В, и другими веществами. Если вы будете потребовать какие-то дополнительные источники белка в такие очень насыщенные, как там соевый белок, насыщенный. Не просто вы поели какую-то там, блин, бобы, где 15% белка, которые хранится сои, а выделенный белок, то есть изоляция, или это будет гороховый белок, или это будет белок подсолнечника выделенный. Ну просто, чтобы у вас, как бы, был минимум по норме, требуемый всеми расстатами здравоохранения поступающего белка в ваш рацион. То есть можно быть здоровым, используя грязанскую диету, потому что отношусь к ней нормально. Я, конечно, не соблюдаю ее, но мяса ем мало, и ничего, мышцы почему-то растут, и, как все просите, стараюсь запихивать тонну этой говядины, тяжелая еда. Про грудки. Тонну грудки это вообще пиздец. Нет, реально, вот, я, все прекрасно знают, 70% моего рациона белкового, это концентраты белка, всевозможные, яичного, сывороточного, изолята выделенного из сыворотки, BCA, потому что, ну, я делаю это сам, я в этом случае уверен, я его легко усваиваю, усваиваю его много, не испытываю никаких тяжестей, по состоянию крови, по состоянию УЗИ всех внутренних органов, у меня все, фу-фу-фу, прямо идеально для спортсмена соревновать. Ну, поэтому, простите, чтобы вы там не говорили, у кого там немножечко какие-то возникают вопросы по спортпиту, что это там страшная, вредная химия, то нет, ну, вопрос того, что протеин химия, вот знаете, растет трава в Швейцарии. Такая грудастая, такая белая, сочная женщина приходит к корове, делает ей приятно руками и сдаивает молоко, или может аппарат, ну, возможно, и доярка, ну, это доярка подключает аппарат. Так вот, молоко, оно из коровы, которая ест траву, натурально. А потом есть такая штука, называется сепарация, ну, там, понятно, все это очень дорого, сложно и хитро, микро-ультрафильтрация, бла-бла-бла, вам не надо. Вот, короче, сыворотка, это максимально натуральный продукт, максимально очищенный и полезный. Поэтому, каким образом протеин становится химией, я не знаю. Даже через самые аминокислоты, это все-таки биосинтез, как инсулин, к примеру, как гормон роста, также аминокислоты. Это био, это биологическое вещество, да, но создано благодаря достижениям науки, но это вещество не химического происхождения, не химсинтеза. Вот, что довольно-таки интересно и забавно. Да, у нас атлет, который прямо очень-очень такой, да что, веган, он полноценно веган у нас, спортсмен. Даже можно ссылочку, наверное, оставим в описании. А это пара, они живут в Таиланде, очень клевые ребята, очень веселые. Кстати, спортсмен употребляет гормон роста, при этом при всем не употребляет стероиды, имеет потрясающую форму. Я думаю, что мы с ним даже будем готовиться под руководством совместно к одному из турниров по Мэнс Физи. И уверен, что будет хорошая, достойная форма и без мяса. Вот, это реально. Так, ну и по нему я верю, что он выглядит хорошо без мяса. Так, итак, нам принесли уже, смотрите, это, ну, гарлик там, короче, лепешка с чесноком, даже я могу это понять. Зачем-то лук фиолетово-белый, баймики, лимончики, какая-то острая фигня, судя по виду красному. Это, сказали, очень вкусно. Это, это молоко, картофель, орехи, шарики, какие-то сладкие штуки. Ой, горячая еба, фу, думал холодный десерт. Еще красная штука, это что? Это алугоби томатная. Алугоби томатная. Паста, короче, аня, там что плавает внутри? Что-то внутри плавает. С алугоби томатной. Вот, это алугоби. А, это алугоби, а это? Это панет. Панет, два, да? Да, панет. Так, можно наносить. Сыр можно. Сыр можно, да? А, соевый сыр. Ладно, так, что, наверное, нужно начинать? Я потом буду попарить ложечек, накладывайте себе в тарелку. Начнем с этой штуки. Простыня, вы бы знали. Ладно, мы попробуем это все. Так, ну что? Ну, так. Хлебушком замокнуть. Хлебушком? В какой? Ну, хорем. Да у меня в тарелке соус, нормально. Сейчас, открываем, короче, себе чесночного хлеба. Ну, мне что нравится, кстати, в российских ресторанах, вот, прибегают, снимать нельзя. Им вообще фиолетово, для них белый человек с камерами. Мне кажется, мы тут выглядим просто как, вот, Стивен Спилберг и... Ну, доброфит-то я, конечно, не тяну, но... Шрак приехал. Ммм. Смотри, вкусненько. Слушайте, ну, не острая эта штука. У тебя сейчас панир, соус и хлеб, да, получается? Угу. Да. Вкусная штука. Прям норм. Ну, это блюдо, конечно, вкусное. Ну, какой-то, то есть, свежий вкус будет, там, то ли мята, то ли что внутри, не понимаю. Нет, тебе вот это надо. Сейчас нужно острое. Я тут буду плющики ставить за каждое блюдо, короче. Да, да, нет, это, конечно, тут прям, это огонь. Это пахнет более остро. Плюхаем. Что это? Ласси. Ласси. Банану. Банану. Угу. Так, ласси, короче, ребят, что у нас есть, ребят, там, ну, папайя авокадо мое. Если есть кто мусульмане, это на вкус как котык. Котык с сахаром, ласси. Вот. Из чего они тут делают, я без понятия. Что-то еще принесли. Йогурт. Йогуртик? Ну, попробуем. С травой? А, это, он не сладкий? А-а. Банан-мандер. Ой. Значит, это вкусно? Сладко? Огонь. Пробуем блюдо вот это вот, номер два. Называется оно у нас. Алу. Алу. Короче, блин. Алу-гоби, томаты. Вот ем. Там какие-то штучки. На вкус будут даже мясо есть. Не знаю, что это. Прямо как будто бы фарш. Напоминает чем-то вот, сколько пасту Буланьеза. Ну, в общем, ну, тоже вкусно. Я бы специально, конечно, не пошел, но вкусно. Да ладно. Плюс. Словно фарш внутри. Как так. А, это вот. Нужно, наверное, еще надо заказать. Так, все, разберемся. Готовят очень быстро. Но все равно в нем готовая лежит. Мм. Шусь не делается грудцами. Не знаю, что-нибудь грузинская кухня, кстати. Попробуем вот это. Что это? Ну-ка, первое челное. Не, нормально. Но не вкусная херня. Не острое. Словно в сфер соленое. Сфер соленое, острое что-то. Мамни, огонь. Тейти. О, окей. Не переживайте, вас уже совсем. О, гуд. Я бы на фейс тоже переживался, честно. Ну, давайте. Картофельные шарики. Положим на чистое. Это сладкое, да? Ну что, ребята. Давайте. Блюдо номер три. Название опять я не помню. Малайкавта. Так, все правильно, все. Сладенько. Нежненько очень. Без остроты. Гораздо. Это все можно есть. Ну что, я хочу еще немножечко прибраться, чтобы было более красиво, что ли. И даже москву свою вытереть. Итак, ребята. Эти шарики. Название опять забыл. Глабджамун. 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 Чай масала. Встал попробуем бы чаек. Не знаю, что на себя представляет. Ложка чистая. Ну, насколько может быть чистая ложка в Индии. С имбирем. Походу с молоком. Вообще, ощущение, будто бы это какао. А, специальная смесь специй массового. Ну, а кто-то в магазине домой. Прикол ради. Интересно. Ну и... Опять забыл название, ладно. Глабджамун. Глабджамун. Тут вот мед плавает. Тесто, наверное, это обычное. Это очень сладко. Даже нельзя, чем сравнить. Но нежное, сладкое. Очень мокрое. Вот если наш чак-чак... Чак-чак. Замочить сильно в медовом растворе, будет похоже, мне кажется, блюдо. Только чак-чак более воздушный. А тут такая тесто... Тут еще кокос, наверное, кстати. Вот, отлично. Смотрите, еще один. Папайя авокадо шейк. В этот раз я попросил без сахара его сделать. И молодцы, ложечку положили. Ммм. Вкусно? Знаете? Смотрим, где чисто. Но там едим в Индии. Абсолютно нормально. Кто любит эстрим, может поесть на улице. Ну, что-то я на вашем месте бы не стал этого делать, честно. Если хочешь, чтобы я что-нибудь сожрал еще интересненькое, просто ставь лайк и оставляй комментарии под видео. Они очень важны. И лайки. Ваши комментарии тоже. Это рост канала. Это возможность нам, всем, кто делает контент, видеть ваш отзыв, что делаем его не просто так, что вам интересно, что вы будете смотреть не говноновости по каналу Россия, а что-то такое. Потому что новая страна, новая еда. Летел сюда я... Билет сколько стоит? Туда-обратно, по-моему, с большим багажом. Полтоса. Около Полтоса вышло, да. Ну, это билет на самолет из Питера до Москвы. И билеты через Эмираты. Естественно, сюда, в Мумбай. Если бы раньше покупать, было бы, конечно, еще и дешевле. Просто было решено... А, поехали выступать? А, поехали! У меня вроде бы был пресс вчера. Вот так я решил выступить на Олимпии. Пойдем мы в Манилу. На Филиппины. На Шон Ротанг-Гласик. Ну, там тоже, говорят, просто вкусно. Ну, и соревнования. Ну, и бабы. Лайки ставьте. А, доктор? Не знаю, мы платим. Окей. Ты можешь прийти. Окей. Принесли нам наш билл. Счет. 2549 рупи. В рублях это примерно... 2300 рублей. Да, в мотировке принесли нам водичку. Какие-то непонятные... Это что, соль? Соль, это белая штучка. Ну, кто знает, что это? Вот и здесь. А, на вкус как это? Лакрица. На вкус лакрица. Сладенькая. Лакрица в сахарной еде. Платить, кстати, на первом этаже. Карту принимают не везде банковскую. Но довольно-таки много мест, где можно расплатиться. Я не силен в индийской еде. Поэтому... Но мне все понравилось. А если все понравилось, надо ставить оценку 5. Справедливости ради. Возможно, где-то будет еще вкуснее в разы. Но это не отменяет того, что здесь не понравилось. Ну вот. Будем быть пальчики вот так. Как котики. Совет регистрации по питанию. Одно авокадо в день. Обязательно. Поиск рациона питания, насыщенного разнообразными аминокислотами. Максимально широкий состав блюд, состав продуктов должен быть у вас для получения всех микро-макро-нутриентов. Очень большое внимание вам порекомендую обратить на всевозможные водоросли. Они очень богаты некоторыми белковыми структурами, так в особенности витаминовыми минералами, которые вам очень сложно получить из продуктов питания. Конечно же, если мы рассмотрим Россию, у нас еще отдельная проблема очень низкого качества продукции растительного происхождения. Все это выращивается, например, на гидропонике, в неестественных условиях. Я уверен, что продукты, выращенные в этих теплых странах, они совершенно другие по насыщенности. И даже банально, вы едете очень много фруктов и овощей, и вы очень сильно себя травите. Сейчас постараюсь объяснить, почему и как нужно делать, что вам с вашими продуктами. Есть такая весть CO4. Это серединистый газ. Его используют как консервант и хранитель цвета продуктов. Вот вы видите красивые бананчики, вы видите такую картофель, откуда-то привезенный свеженький, вы видите апельсины, мандарины. Так вот, это все дело покрыто серединистым газом. Он очень опасен, ядовитый, он влияет на ваши легкие, на ваш мозг, на общие обменные процессы. Все сухофрукты, все орехи обработаны этим газом. Что с ним делать? Ни в коем случае не замачивать в горячей воде. Нужно в комнатной температуре воде замачивать минут на 40. Это будет растворять пленку и после промывать. То есть, опять же, вы купили бананы, кидаем в воду на 40 минут. Вы купили там картофель, вы купили сухофрукты, замачиваем минут на 40. После промываем под проточной водой. И после этого будет уже более безопасно употребление продуктов. Что бы еще вам посоветовать? Конечно, изоляты. Изоляты, концентраты белков, различных растительных были бы вам очень кстати. Я не силен в разнообразии веганства, вегетарианства и так далее. Но если вам можно есть, так скажем, вы не считаете, что корова сильно страдает, когда ее доят, то, конечно, будет чудесно в вашем рационе, если будут молочные белки, в особенности сыворотка очищенная, изолят очищенный. Потому что, ну, это полноценные, шикарные субстракты пищи. Потому что, конечно, молоко может плохо усваиваться, лактоза, да и жир там, в принципе, не сильно. Хотя нет, для вас сильно нужный. Вам бы насыщенный жиров получать стоило откуда-то. Про жиры не забывайте, друзья. У многих из вас беда сильно обезжиренная, что приводит к даун-регуляции гормональной системы, к проблемам с гормонами. Жиры очень нужны, очень важны в вашем рационе. Короче, искренне из этого я понимаю, что можно быть здоровым, просто надо думать, это будет дорого. Вот очень важный момент, быть здоровым вегетарианцем, здоровым веганом еще, здоровым сыроедом вообще пиздец дорого быть. Но это возможно. Но в первую очередь думайте о своем здоровье, потому что всякие ваши духовные очищения супер, если это самоцель отказа от мяса. Если же самоцель отказа от мяса здоровья, тут в первую очередь подсчет белков, аминокислот, витаминов, минералов, поступающих в ваш организм. Тогда да, отказ от этой твердой, тяжелой мясной пищи может быть для вас полезен. Но только с умом. Будьте здоровы. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Я вас красила. Пасад вообще не знает, что такое. И говорят так, бурдл, бурдл, бурдл. Ничего не понятно. Я, наверное, точно так же до них разговариваю. 2500 человек. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Это странное чувство, когда ты скажешь, что я могу почувствовать себя белым. Это странное чувство. Продолжение следует...